что такое на языке но если совсем коротко то наверное три момента которые хочу обозначить первое это знамение так то о чем иисус говорит марка 16 глава где он говорит что у верующих же будут сопровождать знамения будут говорить иными языками второе это дар духа святого безусловно да мы видим в череде где описание идет даров то дарыных языков этот дар и третье тайна в любом случае мы не можем классифицировать вот как ты знаешь как это происходит сделать алфавит и ну иного языка сказать вот а б в давай повторяй за мной то есть это в любом случае тайна потому что это взаимодействие с богом взаимодействие с духом а дух мы знаем он он носится он как ветер иисус в диалоге с никодимом говорит что каждый рожденный от духа да вот дышит где хочет это вот но это личное взаимоотношение с богом поэтому для меня это всегда тайна все равно я не могу и рационально полностью все осознать но я согласна и я хотела бы добавить что дух святой сходит на нас и мы чувствуем себя детьми божьими это дух усыновления это залог который оставил нам господь и я хочу дополнить немножко своим примером я смотрела будучи еще не рожденной свыше передачу христианскую по телевидению клуб 700 и там в конце была молитва покаяния и я помолилась этой молитвой и через какое-то время на меня дома прямо сошла сила я прямо пережила как будто я сижу под потоком какой-то силы и у меня возникло желание я ничего не понимала что происходит возникло желание закрыть двери в комнату поднять руки включить музыку и вот просто стоять и я чувствую что-то сила просто течет по мне и после этого мне никто ничего не объяснял я не знала слова божьего но после этого меня отбросила от многих оккультных вещей я сама не поняла как я потеряла к ним интерес и спустя только какое-то время я пришла в церковь и я поняла что со мной произошло дома бух святой сошел на меня но знамени иных языков я тогда еще не получила я не знала что это такое было и за меня молились и я полгода я сочувствую тем кто долго не может начать говорить на языках я хочу вас ободрить ничего страшного в этом нет у меня это происходило очень долго и можно сказать мучительно я очень хотела говорить но не говорила за меня молились многократно но однажды я дома молилась на русском и заметила что я вдруг начинаю молиться с огромной скоростью на русском языке и потом начинаю говорить какие-то странные слова И я поняла, что это... Потом начала говорить на другом языке, и меня стала наполнять какая-то необъяснимая радость. И я поняла, все, это случилось, я заговорила. Вот так со мной было. А потом, чтобы в этот момент войти, чтобы молиться на иных языках, так же нужно было на русском, а потом ускоряться, ускоряться? Нет, этот дар мы можем в любой момент начать говорить. Он никогда не отнимается. Вы никогда не можете потерять этот подарок. Это так же, как спасение. Мы не можем его потерять. Если ты спасен, ты спасен. Ты только сам можешь отказаться, сказать, я не буду больше это делать, я не буду говорить. И после этого я в любой момент могла говорить. И еще я заметила, что я начала петь на языках, поклоняться, и иногда какие-то вещи, ты как будто тебя, когда ты поклоняешься на русском, тебя переполняет, и ты больше не находишь слов на своем родном языке, и ты начинаешь петь на каком-то другом языке. И в этот момент ты можешь даже понимать, о чем ты поешь. Вдруг, мгновенно. Это момент истолкования, да? Это момент истолкования. Так проявляется. Да, да, ты можешь понимать, и тут же ты можешь начать петь вдруг на русском словам новые. И получается, что ты сам истолковываешь то, что ты, скажем, спел. То есть вот таким образом это тоже может быть, да. Еще момент, что это такое. Да, да. Это предмет споров. Безусловно, это понятно. Да, и если вот, смотрите, уже коснулись личного опыта, да, вот как у меня был, я из консервативной среды. Изначально я сам из Волгограда, и в целом нам достаточно вот говорили, например, что вот есть харизматы где-то там, но у них страшные вещи происходят. Они говорят на иных языках, бесы у них там выходят, люди исцеляются. Это ужас! Не ходите туда, понимаешь? Как бы вот такое учение, да, именно было. Но когда я читал Библию, еще будучи подростком, и вот доходил до этой 16 главы Марка, я говорю, Господь, написано, у веровавших же будут сопровождать знамения. Будут говорить на иных языках, будут изгонять бесов. Я говорю, где это? Я смотрю на мое окружение и не вижу никого, кто так говорит. Я смотрю на себя и не нахожу это. Я что, не уверовал? Господь, что происходит? И у меня начался мой личный поиск. То есть учение было заложено, но внутри был святой бунт какой-то, знаешь, то есть какая-то жажда. И вот мой поиск, он занял примерно, наверное, лет пять или шесть. Ну, это даже, наверное, не такой, это не святой бунт, это просто как-то переходный период. Возможно, возможно. Такой духовный. Переходный, да. И когда я переехал в Питер, у меня были некоторые там поиски тоже. Я читал Джона Бивирова про святого духа. Все очень замечательно раскладывается. Если кто-то не читал, пожалуйста, и вот там и виды, как бы там знамения для неверующих и так далее. У него все очень хорошо разложено. Но я понял, ну а где, а как это, что это? И потом, спустя некоторое время, я познакомился с людьми, которые говорили на иных языках, и мы стали общаться. Я стал понимать, что я начинаю кушать хлеб именно от проповеди изначально. То есть меня проповедь начала цеплять, которого мне не хватало, потому что у меня был уже некоторый религиозный такой, знаешь, скептицизм. Я уже знал, с чего начнется проповедь, как она закончится, ты читал Библию много раз туда-сюда, и как бы все уже понятно. А тут я почувствовал веяние, понимаешь, не просто буква, а веяние такое, которое меня прельстило, что ли. Я захотел прикоснуться к этому, понимаешь. Вот, и я тогда помню нашего общего знакомого Виктора Лавриненко, который тоже здесь много служит, поет. Я говорю, Витя, молись за меня, прямо в подъезде. Говорю, все, давай, я хочу. Это был где-то декабрь месяц, и до сентября я уже периодически ходил в церковь 21 века. И вот в декабре, говорю, все, Витя, молись. Он молится за меня, ничего не происходит. Я ухожу домой, в свою коммуналку, расстроенный, думаю, что же такое, ничего не произошло. Молюсь, и мне Бог говорит, на Новый год, я помню, я говорю, Господь, что происходит? Я хочу, и я слышу внутри себя, что пока ты в своей церкви, я тебе не дам. Я говорю, ого, какой момент сейчас такой будет. Ого, какой диалог. Я говорю, хорошо, тогда я перехожу. Бог говорит, до Пасхи ты остаешься там. А я посмотрел сразу в календарь, а Пасха примерно как в этом году была, где-то в мае там. Я думаю, это как так, еще 4 месяца. Но за эти 4 месяца Бог очень много работал со мной. Бог дал людям из моей предыдущей церкви, где я тогда был, дал подтверждения, дал сны. То, чего там вообще никогда особо не было. Которые мне говорили, что тебе нужно довериться, тебе нужно перейти. И я с благословением, меня благословляют на Пасху в этой церкви, провожают. Пастор очень хорошо отнесся к этому, говорит, слушай, мы не сектанты, чтобы там закидать помидорами. Если Бог тебя там будет больше использовать, мы благословим. Ну, в общем, очень с таким сердцем. И в итоге вот это происходит. Служение пасхальное, я возвращаюсь домой. И просто ночью на меня реально просто сходит сила, сходит огонь Святого Духа. Просто никого нет. А я просто, значит, вдруг начинаю говорить языками, и вот несколько часов из меня вот так, как поток такой течет, и я где-то в 5-6 утра уже просто выключаюсь. Потому что вот настолько меня радость переполнила, сила, и я понял, что я пережил крещение, именно погружение в Духа Святого. Вы такие рассказываете чудные вещи, понимаете? Смотрите, тут такой момент. Вот у меня сразу бы, прежде чем, перед тем, как мы пойдем дальше к вопросам, вот смотрите, вот сейчас, спустя сколько-то лет уже, да, прошло, вот, да, вот с этих ваших свидетельств, с ваших переживаний, сегодня, вот если бы вот к вам подошел человек и сказал, что мне вот нужно, чтобы вот получить крещение Святым Духом? Как бы, что бы вы ему сказали? Как бы вы его учили сейчас? Вот просто вы говорите, вот, да, вот вам полгода потребовалось. У вас на тоже какой-то был момент, до нескольких месяцев, там, что-то, какие-то процессы происходили. Вот подходит человек, вот он хочет получить крещение Святым Духом. Скажите, у вас какие бы, скажем так, ошибки вы исправили или что-то откорректировали, чтобы другой человек тоже не, как бы, ну, не переживал вот этих вот сложностей, таких трудностей? Смотри, вот эти трудности, про которые там, ну, лично я говорю, они связаны с закваской. То есть, если есть какая-то закваска, Дух Святой, он как будто какой-то путь делает, да, чтобы эту закваску вычистить. Если мы понимаем, вот у нас приходят люди неверующие, которые вот ничем не заквашены, грубо говоря, еще религиозным, я имею в виду. Они каются, и они очень быстро получают Духа Святого, ну, дар иных языков. На домашках получают, мы просто молимся, люди просто переживают эту силу, хоп, и они заговорили. Но другая совершенно история с людьми, которые приходят уже с некоторым бэкграундом и заквашены. И точно так же, как, я думаю, телезрители есть разные, кто смотрит нас, да, у кого-то есть определенные учения, определенная закваска. Вот им нужно вот это чудо, как вот лично я так вижу, происходит с теми, кто пытается вырваться, да, из этого. С теми, кто неверующий, с ними проще в этом плане, понимаешь? Да. Почему? Потому что они не заквашены. Нету твердыния еще. Потому что ты кидаешь, понимаешь, вот это, грубо говоря, вот есть кефир, вот чтобы его как-то исправить, по-другому заквасить, это, ну, я не знаю, это уже сверхъестественная сила, да. А чтобы вот есть молоко, вот чистое какое-то, и тебе нужно из него, ну, я не специалист в молочных культурах, но тебе из него нужно сделать ряженку, допустим. Ты кидаешь правильную закваску, и оно становится ряженкой. А вот из кефира ряженку сложно сделать. Ну, понимаешь, о чем я? Да, я и понимаю. Вот, вот еще, как бы, один пример, вот мы просто, видимо, с женой так совпали, вот в этом, достаточно близко, что вот мы из консервативной такой культуры. Она вообще в шестом поколении баптистка, вот, сказал это слово вслух, да? Ну, так есть, и мы очень благодарны баптистам, у нас есть определенное почтение и так далее, ее прадеда расстреляли, ее прапрадеда расстреляли за веру, ее дедушка с мамой, они страдали там в Сибири за Христа, то есть, это, ну, реально, вот, можно благодарить, ему ездили недавно в Петергоф, дедушки, ему там уже очень старенький, и он тоже чудеса рассказывал и так далее, но у него вот такая книга против иных языков, понимаешь? И у нее, в принципе, большая родня, у дедушки только 10 детей было, представь, там, какой клан. Хорошо. И Кристина единственная, кто говорит на языках. И у нее это произошло вообще, ну, сверхъестественно, она в 13 лет получила этот дар, причем она нигде никогда не слышала, как люди говорят на иных языках. Она была на вечере хвалы и поклонения за городом, это межконфессиональный был выезд, никто не говорил на иных языках, и вдруг у нее приходит такая мысль, что она читала про это в Священном Писании. И ей приходит местописание, что если у отца попросишь хлеба, он камень не подаст. И также написано, если попросишь Духа Святого, даст просящим у него. И она говорит, Господь, я хочу иные языки, дай мне, пожалуйста. И я верю, что если я попросил у тебя дар, который здесь написан, ты мне не дашь какие-то дьявольские, иного духа, там, еще что-то, языки. Ты мне дашь то, что написано. И как только она помолилась, она сразу заговорила. Она выбежала на улицу, знаешь, испугалась даже, попробовала, да, говорит, есть, говорю. А никогда не слышала, как это происходит, понимаешь? И вот для людей, которые уже заквашены, я считаю, вот, ну, как будто... Да, если она в таком поколении верующая, там, все нормально, с закваской должна быть, по идее. Вот именно я говорю, закваска, что это нельзя, понимаешь? Потом чуть ли не отрекались. Так нет, так я и говорю, так я и говорю, что, по сути-то, получается, она-то как раз была в центре этой закваски, собственно говоря. Она одна из пузырьков, которые... Конечно, ну, понимаешь, идея в чем? Идея в том, что если бы ты просто подошел и говорил, прими верой, начни говорить языками, она бы не начала этого делать. Это личный опыт, вот в чем. То есть есть сила убеждения, когда ты просто от проповеди, да, вера приходит от слышания. Ты человека убеждаешь, ты возгреваешь в нем веру, и вот он получает. А когда человек заквашен, это его личный диалог. То есть, когда он пережил сам это, его уже никто не переубедит. Это понятно, да, я понял. Ну, на самом деле, больше ответом было про закваску и про людей, которые не заквашены. Светлана, что вы скажете? А я бы еще добавила, вот что. Что нельзя давить на людей и требовать, ну-ка говори. Потому что с моим мужем такая драматическая история случилась. Собралась группа прославления, за него молились за крещением Духом Святым. И такие, ну что, говори. Он такой, я не знаю, что говорить. Ну, что я пришел тогда сюда. Типа, и все. И он на несколько месяцев просто ушел из церкви. Он вот только родился свыше. Ни в коем случае нельзя давить на людей. Это происходит внезапно. Это чудо. Это может случиться в тот момент, когда вы вообще расслаблены и не думаете об этом. Все, что связано с напряжением, это относится к нашей плоти. А все, что связано с Духом Святым, это очень легко и свободно происходит. И иные языки, они не имеют отношения к нашему интеллекту, к нашему образованию. И они могут, ну, любой человек может получить этот дар. И когда мы говорим на иных языках, самое интересное, что вот ученые Пенсильвании, по-моему, это выяснили. Они исследовали, что происходит в мозге человека, когда он говорит на иных языках. Что происходит? Ничего не происходит в том плане, что речевой центр в лобной доле... Возможно, сейчас кому-то вы дали козырь. Он в покое находится, наш речевой центр. Ну да, это по Писанию получается. То есть это подтверждает Писание. Разум остается без плода. Мы не задумываемся, когда мы говорим на иных языках. Это реально говорит Дух Святой через нас. И более того, там проводили исследования, что люди, которые очень много и стабильно молятся на иных языках регулярно, то у них там и иммунитет сильнее, там и многие-многие вещи. То есть какие-то вещи даже наука может подтвердить о том, какая сверхъестественная польза есть в этом даре. Но сейчас вообще про науку говорят. У ученых чудес иногда даже больше, чем у христиан. То есть вы сами удивляетесь, как-то все происходит. Мы не можем понять, что происходит. Но что-то происходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!